Хорошо, если упадет не на человека. В районе АБ угрозой для пешеходов стала сухая сосна. Мечане уже неоднократно обращались к чиновникам с просьбой убрать опасное дерево, но безрезультатно. Ходил, в сестри ходил. Я обратил внимание, сухая сосна и гнилая. Гнилая вообще вот сыпется. Она может упасть в любую минуту. А здесь народу очень много ходит. И автобус останавливается. Ну, страшно, опасно для людей. Позвонил человеку. Если он работает и занимает свое рабочее место, чье-то даже рабочее место, если он не работает, то должен отвечать за свою работу. Каждый человек на своем рабочем месте. Я так. Хоть дворник, хоть кто. А здесь вот так вот ответственность никто не найдешь. О сухом опасном дереве Валентин Михайлович по телефону сообщил в управление ЖКХ еще зимой. Обещали приехать, посмотреть. Наступило лето, а сосна продолжает рассыпаться на корню и угрожать прохожим и автомобилистам. В паре метров находится автобусная остановка и пешеходный переход. И это не единственное место в городе, где деревья превращаются в угрозу. Так, в десяти метрах от перекрестка Кутузова-Социалистическая буквально утонул в ветках тротуар. Чтобы пройти по нему, приходится довольно низко наклоняться. Вероятнее всего, ветка сломалась неделю назад во время ураганного ветра. Увидев нашу видеокамеру из соседнего учреждения, тут же вышли рабочие и убрали нависшую над пешеходами ветку. На ликвидацию опасности ушло не больше пяти минут. Хотя это можно было сделать и раньше. На Матросово рядом с тротуаром валяется обломок ветки. А на недавно отремонтированной улице Чайковского буйная зелень начинает завоевывать проезжую часть. Неравнодушные бейчане, как правило, сразу обращаются в управление ЖКХ, но ждать реакции чаще всего приходится подолгу.